это мой дизайнер написали из калифорнии еще отсюда в калифорнии нас вообще хотели вся перимонить поэтому цена двойная нет нет нас работ полной дома правильно смонтировать очень тяжело я сам раньше монтировал в основном в основном youtube работает мощная сильная машина первое видео там вид у нас такие они там на коленке слеплены и потом все начинал глубже глубже это внедряться первую очередь это нужно желание сейчас же нет печного кирпича в принципе кирпичи делать настоящие печные которые намного выше качестве чем те которые сейчас дело в том как печать это тоже не как печник сложил даже если честно дело в самом материале даже дома где-то выходит пускай рублей 200 понял разговора кончен асклит добрый день с вами компания печной мир у нас в гостях игорь сты цура сегодня у нас роман ардеев из города упал и занимается строительством барбекю каминов печей правильно кухонные комплексы то есть вы больше на кухонные комплексы на странном как пошло вроде так пошло в вашем коллективе получается кто основной генератор дизайна в основном генератор дизайн роботом придумать давай ну а само собой он советуется со мной ну что вот например давай вот здесь бы я бы хотел конечно замороченный конечно уйдет время но она того стоит мы когда еще начали лет тринадцать назад работать как бы шутку мы там простые печки делали квадратная так шутку не шутка раз это мой дизайнер почувствовал себя видать как я ему доверяю у него есть вкус молодец старательный как сказать максималист поэтому как бы если бы ну естественно него бы не создавал пришлось бы куда деваться мне самому ну когда скажем на кухне как понимать говорит должна быть хозяйка одна в одном из интервью вы сказали что не работайте по проектам а когда вас просят повторить работу то все равно делайте иначе потому что дизайн идет вперед плане дизайна вы вдохновляетесь работами из других сфер или каждый раз создаете что-то новое свое по-разному то есть если взять когда мы начинали только естественно александр тарасов на вас был и александр васильевич то есть это два таких буру печника на кого который нас вдохновляли но мы всегда старались не повторять то что они делают если ты всегда за кем-то повторяешь ты уже как бы ну не свое собственное уже не получится ничего но всегда будешь вот повторятелем поэтому очень важно постараться выработать какой-то свой стиль куда-то пойти что-то подумать допустим я ездил там архитектуру смотрел там домов из каких-то фильмов там красочных что-то себе подмечал постоянно там от того хоббит или еще кого-нибудь там то есть везде старался подмечать что нам нравится и что и вот начинали потихонечку то есть мы старались пойти по другой стопу чем василич у него такой старорусский стиль тарасова такая классика это мы старались как-то между чуть свое придумать чтобы какие-то такие линии были другие чуть-чуть тогда спираль фибоначчи хорошо пошла потом от нее пошла спираль эйлера потихоньку потихоньку как бы начал и собственный стиль повезло как-то нашли пишут печники фотографии с а по мусс армении с абхазии вот то есть снос казахстана они повторяют то есть ну по нашему стилю делают в принципе приятно очень многие печники на это ругаются дочь и повторяешь делай сам свое не за нам приятно нам наоборот хорошо что люди стараются делать красиво также с мужиками разговариваешь так это там правильно тарасовская арка или еще что-то ну то есть такие с фамилиями там с именами связаны уже какие-то элементы у вас тоже наверное вот этот верх ваш он тоже так скажем заводи запатентована как бы так вне классно негласно где берете заказчиков где ищите то есть или они уже так скажем в очереди стоят есть которые в основу как говорится рафан и район когда-то у нас было на авито вот это сейчас это давно уже в основном в основном youtube работает у нас очень так сказать мощная сильная машина как работают профессионалы одной руке мастеров в руке кружка чая никогда никогда прохода из не искать мастеров не тратить на это время там уже маленько порвали посмотрели убедились что нужный размер нужный тип то есть это надо скажем правильное вложение знаю что у вас канал и вы его развиваете получается и как раз он и показывает и вашу работу ваш подход и соответственно получаете оттуда именно максим там тоже стоит ли же видит именно как мы это делаем да если почти каждый идет съемка в течение двух месяцев естественно набирается под 500 гигов там 400 гигов съемок это большой класс информации правильно смонтировать очень тяжело я сам раньше монтировал первое видео там вид у нас такие они там на коленке слеплены потом все начинал глубже глубже это внедряться техника начала улучшаться то есть камеры начали лучше лучше появляться монтаж становится сложнее с каждым разом это конечно интересно но пускай достал тот момент когда уже это там полгода по выходным сидишь за компьютером и там не вообще нету выходных совсем то что надо и делать строить печи а еще и монтировать монтаж мужика начал слишком много времени и конечно уже пришлось отказаться по что уже невозможно мы тоже ведем свой youtube канал общаемся с разными печниками очень часто встречаемся с мнением среди зрителей все что сделано ну так скажем придумано сделано нашими отцами дедами стоит по сто лет а вы сейчас что-то там добавляете он не в конкретно вы мастера печеньки и все такие там калибруете кирпич то есть вот эти все наработки вроде лишнее то что печь и так должна стоять если делать по тем технологиям как она строилась раньше сейчас же нету печного кирпича в принципе по-настоящему уже сомневаться и средовой для строек поэтому а раньше то есть надо понимать то что сейчас все отопление газовое и электрическое и процент печей который в общем россии допустим нужен для отопления людям это там допустим пять процентов всего лишь но может быть вот здесь конечно в иркутской области больше в общем по всей россии все но маленький очень процент который нуждается в настоящих печах а значит и заводом то есть запроса нет невыгодно делать печной кирпич на то время там допустим века назад или тогда не было газовое отопление тоже было стопроцентное отопление основное естественно была целой индустрии печной кирпичи делают настоящие печные которые намного выше качества чем те которые сейчас дело в том как печи стоит это уже не как печник сложил даже если честно дело в самом материале сам кирпич разваливается в этом проблема циркича то есть он не настолько долговечный технологии уже не прям жизнь то есть он делается для стройки домов в общем то сети что же вне дураки они смотрят она вот этот кирпич только стоит это столько столько который уже с опытом вот эти конференции сильно помогает пищникам которые допустим не вот 38 лет прошел камчатом 60 лет у него по 13 у него по 30 лет я у меня уже свой тот опыт который он не может рассказать передать который я крему также ему может это передал там ну и мы друг другу можем передавать это очень важно мы можем понимать какой кирпич за 10 лет в его печах там как себя вел топ с 5 лет от стоял раскрашился тот 67 там какой-то 10 лет отстоял но который раньше почитали по 50 по 100 лет сейчас я думаю такого куча на вряд ли можно найти почему шамотный кирпич почему на нем остановились вообще с чем связаны ну потому что скорее всего вот этот булгаковский был из самода ну почему шамот во-первых ну цвет еще одну людям для больше он как песчаник немножко что ли он полнотелый то есть в принципе внутри что в наружу плюс-минус все равно внутри там чуть-чуть другая структура мы поэтому и выбираем именно которые кирпичи точеные мы не просто попался первый кирпич мы на него смотрим даже можно сказать по весу чувствуется там что этот кирпич плотный из него что можно что-то вытачивать более плотно берете что если более рыхлый то есть он внутри он будет пористый ну как-то уже нету такой структуры что ли плюс еще как ну что вот например мне нравится да он опять же говорю же я сейчас говорил он не марки куда же например то чем как-то вот он ну да пыль там ну встряхнулся там все но если красный кирпич там у него он андрей макаров там весь коричневый какой-нибудь чур попробуй там относь ну вот минус конечно это уже конечно с годами потом все приходит минус ну а большой у него степень нагрева раз степень расширения немножко большая да с ним надо будет предельно осторожно тоже из интервью вы сказали что российские печники опережает весь мир лет на 40 в чем это выражается дизайн или инженерная составляющая вот имелся вы именно по отточению то точильщики просто до беларуси я кстати там не был на этом семинаре но все вся наша организация такая тоже негласно этот извлечь они там были вот и как бы то приехал и много европейских печеньков просто этот разговор шел и они там все таки говорили на что потому что их как раз таки рубит вот этот прогресс то что них печи все сухонаборные лет будут просто сборная и не приходится точить поэтому они как бы ну как то есть у нас даже очень много было звонков с европу с хотели сделать но документально по документам мы не имеем права там работать поэтому мы как бы не рассматриваем официально естественно никто этого никогда я не заявлял и не заявит на когда потому что у нас всегда европа впереди всех россии там ним это для них вот здесь как раз следующий вопрос перекликается интересно вам было бы поработать за рубежом показать свое мастерство поделиться опытом я к этому отношусь легко причем написали из калифорнии еще отовсюду в калифорнии нас вообще хотели на вся переманить работы будет там да а когда начинаются золотые горы мы уже по опыту знаем что это значит вот поэтому искали нет потому что золотых гор нам не нужно переезжать из россии по отношу жизнь очень не хочется у нас были прям реальный заказ где нормально договорились все по деньгам даже с документами на чем что-то решать там португалия то есть там несколько стран прям вот было дело но вот сейчас начались какие события прошлого года так что сейчас уже вообще нету мыслей даже пока на сегодня получается откуда клиенты берут это все ютюб-канал конечно русскоязычное население во всем мире она огромна не кажется русских в мире больше нас несколько чем самой россии потому что при это я с мою статистику про просмотром по всему вас канал строго русскоязычный нет перевода на английский язык ничего пусть англоязычные не смотрят русские каналы поэтому просмотров достаточно так много за рубежом где вы учились на песняка сами нигде я же говорю вот этот фаэль абдулович это робин дядя как-то он все наставлен начал да мы вроде бы зажглись и пошло пошло динсо меня дядька учился у советского печника ну то есть вы совместно с игорем да мы ну да мы нас можно назвать самоучками без бумажку в основном как если какие-то вопросы есть есть же печники которые наши друзья уже давно работают например кто-то отдельно работает например по русским печам ну к примеру есть тоже своих тонкостей звонок другу в основном честно говоря сами потихоньку где-то что-то вычитаешь ну эта литература там в интернете там такое понапишут честно говоря оттуда не всегда все фильтровать на да надо фильтровать сколько может зарабатывать письмо я не знаю честно потолка не знаю потому что это неизвестно даже я слышал у нас там даже у нас у фе есть какой-то печник который намного больше на зарабатывать но он нигде никогда не светится никто не знает все го что очень шикарная печи так далее где-то он работает на самых-самых богатых людей это закрытый какой-то такой человек вот я слышал об этом и не знаю может быть миф а может быть нет но мы как бы все равно такие люди более с рыночным отношениям то есть у нас нет такого увидели там вот подъехал такой машине вот такая цена подъехал такому другая цена такого нету вот мы не смотрим сколько человек зарабатывает и так далее это неважно то есть то определенная цена которая нас устраивает много ну то столько все по-разному это я же говорю от заказа например сейчас в твери много не видит ну как много не видит ну рублей думаю надеюсь 250 300 ну выйдет но это среднем погоду или в сезоне это я промывая в месяц ну ну среднем месячная зарплата средний до среднем месячных например командировки но побольше командировка уже двойная она цена потому что ну зачем я буду все-таки мы как-никак лишаемся семьи на какое-то время как-то это надо компенсировать правильно поэтому цена двойная ну нет нет у нас работа полной дома скажем ну дома где-то выходит там пускай рублей ну ну 200 когда как если еще отдыхаешь побольше там может побольше в районе пускай 200 если командировка там рублей средний нож 400 раньше когда мы только начинали считали я считал вот прям специально считал мир не было интересно начинала меньше ста не выходило в месяц ну я имею ввиду это вообще не в год а вообще игорь первую кто ответил какими-то цифр идет с кем не разговаривал за ребят все ну как в бам-бам уходили этот вид но видишь то что ты считал как бы цифрах начали ориентируешься нет я говорю опять же я могу я ошибаться это приблизительно где-то так мы с ромой легко сможем делать печки те скажем по нашим регионам в уфе которые все делают там вокруг которые скажем делаем мы ну можно сказать почти никто не сможет ну может что-то подобное сделает но вот именно так что было не потому что это годами это все не сразу же потихоньку будет сразу повторить даже повторить это очень тяжело и поэтому даже вот я же говорю что они зарабатывают ну давно больше хотя конечно расценки там у них намного меньше но на количестве получается например там уйдет на этот комплекс ну грубо говоря месяца три например два три а он что 15 сделать простых и в общем получается если по деньгам больше у них это чуть-чуть вроде бы не справедливо иногда вот например вчера один звонил говорит вот такой-то такой-то комплекс там он фотография вышла сколько я вернуто я сразу же на это в сочи мы делали там 7000 кирпичу ушло на эту печку ну по 500 рублей это минимум это три с половиной миллиона говорит это заработал вам ну так работа материал я не буду давайте с переработал обсудим материал там уже на процентах 20 на большой процент больше меньше сколько три с половиной миллиона 35 понял все разговоры не наш клиент что нравится в профессии профессия нравится первых свободу что мы как бы свобода от всего то есть нет нас не начальников никого как свободный художник свободном полете всю жизнь командировки принципе есть плюс командировка то что весь постам разные города туда-сюда вот это тоже интересно вот конечно хотелось бы там разные страны тоже посмотреть но это пока еще не доступно и еще не скоро видимо будет доступно почему на ютюбе всем показываем как делать чтобы они нас догоняли и давали нам пинка чтобы не стояли на месте по что если мы его по нифигам там мы 10 лет когда вышли вот показала за два года к этому пришел и он уже также прямо сделал если такой есть мы туда значит он на что-то по усложнится посерьезнее сделать чтобы он замучился повторять и вот это подстегивает если зарыться делать один вид печей всю жизнь на к что же неплохо как спокойствие там медитация или там цен там вот да это не дергаешься ничего да это хорошо но мне кажется лучше лучше идти вперед все-таки делать вот это вот красивые печки нравится да конечно я же говорю мы проект когда сделается хорошо всего бывает не так часто ну бывает что мы работаем по-разному не один объект кроме другой объект начал например ну мне там надо будет скажем бывает полуста молгал печной там этот коприс и вот например что-то себе придумаешь ой а я вот это там там например был хавуин я у а я вот ты сделаю там типа нужно это или счетчик создаешь придумываешь все-таки и иногда вот даже замечал блин быстрее бы утро чтобы стать создать что задумал это вот иногда вот это стимулирует да или просто хочу отдохнем пару недель давай я в анапу поехал себе взял сел завел доме быстренько тебя ждут поехали там в анапу съездили там еще то ну в любой момент у нас нет директоров мы мы же ремесленники как говорится поэтому не сами по себе про минусы еще не сказали какие есть минусы в профессии мы стараемся позитивно размышлять просто искать во всем позитив если постоянно искать в чем-то негатив то это очень плохо и печально сказывается на всех жизненный принцип да все что может быть минусом это надо с другой стороны посмотреть это может даже и не минус на самом деле большой плюс или как сомнение убивает мечты больше чем неудача конечно вот это шамотная пыль это тоже силикоз вот этот вот бывает поэтому мы работаем естественно на этих в наморниках но они очень сильно так уж прям полностью как говорится не спасает все равно пылью мы дышим хотим мы этого или нет это она подняла поднялась где-то там всем забежал ну это вот шамотная пыль вот это тоже минус какой может дать совет печникам начинающим кто только пришел профессию или хочет прийти вот именно такое сомнение убивает мечты больше чем неудач то есть не бояться смело идти вперед развиваться когда будет тяжело то есть когда вот эта усталость будет моральная будет мощная усталость вот в этот момент вспоминать опять же эти же слова и опять не сомневаться в первую очередь это нужно желание нужно желание вот я вот хотеть вот были у нас вот например подсобники да были разные были рукастые вроде бы все это на его возьму например собой на грумые на частенько бывает что по-разному там рома там я думаю я вас собой возьму и рома говорит ваня я говорю смотри камин вот я вот делу смотри он точит хорошо у него глаз он любую фигурку вытащит то есть он уже может да и подучись нет он я вот подсобником ходить всю жизнь у него нету желания какой из него печник нет у него желание чё ж теперь вы не заставишь вот поэтому я считаю что первое на первых это нужно желание там не так уж мало места до работы будешь не в чем развалился вот кстати место где поспать в обед роман я думаю что исчерпывающие ответил на все вопросы спасибо большое за ответы а вам огромное спасибо что что посетили нас за за организацию за то что нас пригласили спасибо большое игорь спасибо за интервью я думаю что плодотворно но много таких тем разобрали будет полезно главно финансово первых ты я сказал спасибо большое